Сколько, по вашему мнению, должны стоить коммунальные услуги? На этот вопрос мы предложили ответить нашим подписчикам в группе во ВКонтакте. Мнения разделились, но все-таки большинство считает, что платежка от 2 до 4 тысяч рублей в месяц – это нормально. Чуть меньше 36% респондентов уверены, оптимальная стоимость коммунальных услуг должна составлять от тысячи до двух тысяч рублей. Почти четверть подписчиков согласились немного помечтать и представили коммунальный рай без хлопот и забот. Им понравился вариант ответа – все должно быть бесплатно, то есть даром. Но вы же понимаете, что так не бывает. И всего один человек смело заявил, коммуналка дороже 4 тысяч рублей в месяц – для него не проблема. Этот же вопрос мы задали пермякам на улицах города. И вот, что люди говорят. Меня этим занимает супруга, поэтому я даже не в курсе. То есть, все взяла на себя жена? Да. Она платит, да? Она платит, поэтому я сильно не интересуюсь. Но по ощущениям больше двух тысяч рублей? Намного больше. Даже разговоры нет. Намного больше, да. Ну, зимой у меня уходит вот газ, включая свет, отопление. Все, в общем, все услуги. Где-то около десятки. Десять тысяч. Серьезно? Зимой. Ну, я говорю, включая свет, газ. Вот. Вот это. Значит, содержание, ну, содержание жилья, там, отопление, горячее, холодное. Вот это вот. Так. Спасибо. У вас, наверное, трехкомнатная квартира, поэтому так много? У нас четырех. У нас четырех. Поэтому у нас выходит по метражу, у нас выходит, конечно, много. Я не плачу коммунальные платежи, потому что я не прописан нигде. А где вы живете? Ну, где-то живу. Я живу в своем доме, мы там мало платим. Тысячи три или две, может быть, с половиной. Это оптимально, потому что, ну, это, в принципе, и немного, и логичная цена. Четыре тысячи рублей – это нормально? Ну, для кого как? Для меня нормально. Для пожилого возраста, наверное, много. Так, наверное. Потому что как сравнивать можно? Ну, я считаю, что если государство такую цену обозначило, значит, так и надо платить.